Добрый вечер. Я вас приветствую на игре. Значит, у нас будет игра по обучению и инвестированию. С деньгами вы, наверное, все в жизни сталкивались с тем или иным образом. У нас здесь есть тоже деньги бумажные, но идеи и способы зарабатывания этих денег у нас будут практически реальны. Вы можете их воплотить в жизнь. Значит, итак, игра называется «Секреты богачилок». Я хочу сказать, что моя роль как ведущего заключается в том, чтобы что-то вам разрешать или запрещать. То есть я буду регулировать ваши движения в игре. Но в этой игре не запрещено ничего того, что вы можете сделать в жизни. То есть правила правилами, но тут можно делать все то же самое, что вы делаете в жизни для того, чтобы достичь своей цели. Вот. По ходу игры я вам буду помогать в этом. А вот сейчас начнем мы с листа финансового учета. Значит, любое общение с деньгами подразумевает бухгалтерскую отчетность. То есть деньги приходят, деньги уходят. Это все надо записывать. В везде финансового учета вы видите несколько колонн. Карандаши у всех есть. По умолчанию вы каждый имеете профессию. Для этого нужно ее выбрать с карточек. Я думаю, что мы одни не выбрали вы. Ее показывать или не показывать? Профессию скрывать? Это как жизнь. Я может быть как золотого тененка. Значит, в этой карточке у вас написана профессия и, соответственно, зарплата, ваши доходы и ваши расходы. Вам нужно переписать с этой карточки в лист финансового учета все цифры, которые есть в строчках. То есть в лист финансового учета аналогичные строки вам нужно переписать цифры. То есть вашу зарплату. Дальше идет совокупный доход. Это пока на начало игры ваш доход, только зарплата. Далее берем коронка расходов. Их больше. Повседневные траты, выплата по покупкам, расходы на авто, расходы на дом, налоги, прочие расходы и общие расходы, сумма ваших расходов в месяц. Цифры, которые стоят на против полей, вы аналогично переписываете сюда. То есть все цифры должны быть переписаны. Что это означает? Доходы – это те деньги, которые к вам приходят. Расходы – те деньги, которые от вас уходят. Все очень просто. Разница между доходами и расходами – это ваша ежемесячная прибыль. В строке ежемесячная прибыль, ЕП, у вас остается сумма денег, которую вы будете получать в получку. Это очень важно. Вот зеленое поле, получка написано. Это да, это ваши деньги, которые написаны в ежемесячной прибыли. То есть я не буду вам сдавать целиком зарплату, я вам дам разницу того, что вы заработали, минус то, что вы потратили. Если вы остановились на этом поле или прошли через него, вы должны сказать «получка». Если вы забыли это сделать, то вы остались без получки. Экран начинается в пустите. Ему нравится. Если у вас в игре появится ребенок, то вы добавите в расходы сумму расходов родного ребенка. И теперь посилы активы внизу. А ребенок где? Тоже в круге появляется? Да, есть в поле «Ребенок». Иногда у нас планировано, иногда нет. Как в жизни. Вот. Значит, внизу переписывайте активы и пассивы. А пассивы тоже так, чтобы вас заполнять? Пассивы тоже заполните, да. В покупках кредита это ваши долги. То есть у вас в расходах есть соответствующий график, который вы каждый месяц за эти долги выплачиваете. Если у вас есть покупки в кредит, то в расходах у вас есть статья «Выплата по покупкам в кредит». Каждый месяц с вас берутся эти деньги. Какая сумма для них у вас? Тысяча тысячи шесть. Наличные, да? А вот. И у вас? Двенадцать тысяч девятьсот. Сколько? Держи. Двенадцать тысяч. Вот, у нас уже есть. Так есть, по-моему, я еще и я. Двенадцать тысяч девятьсот. Как нам? Слезам очень. Да, вы шансы. Итак, обратите внимание, что в процессе игры ваша ежемесячная прибыль будет меняться. То есть у вас будут изменяться расходы, у вас будут изменяться доходы, и, соответственно, ежемесячная прибыль будет меняться. Для этого нужно писать все карандашом, чтобы в процессе игры вы могли изменять на одном листике стерки. Стерки, да, соответственно, ставим. Итак, теперь давайте выберем цель игры. Самое важное в начинании любого дела поставить правильную цель. Цели у нас желтые поля. Вопрос. Тут двенадцать девятьсот, а мне по-моему, десять девятьсот. Внимать, часть игры. Часть игры. Народ и дрога. Нет, это вышло, так сказать, опечатка в документе. Перечислена была неверная сумма. Значит, вам нужно сейчас выбрать поле желтое на большом круге. Большой круг у нас восьмерка. Это поле инвестора. Сюда цель попасть, чтобы, то есть цель игры попасть в... Вот, здесь есть желтые клетки, это мечта, которую вы должны купить. То есть победа в игре заключается в том, чтобы попасть на эту клетку и заплатить сумму, указанную на ней. Тогда вы купили свою мечту, и вы выбрали. Вот, вам нужно поставить флажок света вашей фишки. На большом круге. Да, на большом круге восьмерка. Ну да, вы выбираете фишку, которую света хотите. Да, и вставите флажок на соответствующую полюбку. Ну, на антарктида полетела. Светает в антарктиде. Ну, да, если нет, я не буду, пока я повторю. Это цель на желтой клетке. А, на желтой клетке. Да, синие клетки – это предприятие. Это то, что вы будете покупать, старт инвесторам. Штрафки. Ну, цели вполне реальные. Значит, вы сначала ходите по беличьему колесу. Этот круг называется беличье колесо. Здесь мы крутимся, как белый колесик. Идем на работу, получаем деньги, тратим их, рожаем детей, увольняемся, женимся. Но и вместе с этим, как вы видите, здесь много синих полей. Это ваши возможности. Это ваши возможности не только потратить деньги, вы потратите их с умом. То есть, вложите их во что-то инвестировать, так, чтобы получить пассивный доход. Пассивный доход у вас в листе финансового учета справа. Есть такая строчка. Пассивный доход. Чтобы вам стать инвестором, попасть на большой круг и заработать много денег, вам нужно, чтобы пассивный доход был больше общих расходов. Вот эта строчка общих расходов должна быть меньше, чем пассивный доход. Пассивный доход – это деньги, которые вы получаете, не работая. То есть, вы можете купить квартиру, сдавать ее полчаса. Вы можете основать бизнес, который тоже вам будет приносить деньги. Чем больше у вас будет недвижимости, бизнеса или других активов, тем больше ваш пассивный доход будет. Поэтому в данной игре у нас первая цель – вы выбраться из беличьего колеса. То есть, вы должны использовать вот эти синие возможности на покупку активов. Активы вам будут приносить доход. Сейчас в процессе инвестора вы это поймете. Значит, возможности у вас будут синие карточки, мелкие, крупные сделки. Крупные сделки дают большой пассивный доход и дорого стоят. Мелкие сделки дают небольшой пассивный доход. Их стоимость до 4 тысяч. Ваши наличные деньги. Начнем с первого игрока от меня, Алексея. Вы будете первым ходить. Откидаем по одному кубику. Три. Значит, раз, два, три. Вы попадаете на актив, и у вас есть возможность взять или мелкий актив. А попадая на актив, он определяет размер актива? Мелкий или крупный? Нет, это вы определяете. А что там написано сейчас? На активе написано, что крупная или мелкая сделка плюс новая скиленка, если сделка совершена. Значит, мелкий актив. Крупный или мелкий. А, крупный. Это зависит от ваших денежных возможностей. Мелкие сделки дольше 4 тысяч, крупные сделки свыше 4 тысяч. Но учитывая, что у меня полтора тысячи, значит, мелкие. Не факт. Не факт. Деньги можно взять... А, у вас в банке. Можно в банке взять, можно взять в других местах. В банке вы берете кредит под 10% в месяц. А, кредит можно взять суммой не больше трех ваших зарплат. Я возьму маленький актив. Пожалуйста, читайте вслух, что там написано. Актив ГДВ. Газ для вас. Рынок уже второй месяц в ожидании коррекции. Авария на газопроводе. Рынок реагирует резким изменением цены. Только вы можете купить акции по этой цене и открыть шорт. Шорт, да. Это игра на понижение. Каждый может продать. Сегодняшняя цена 100, дивиденды 0, доход 0. Коридор цен. 50-400. Итак, это акции. Рынок акций, он нестабилен. Он все время меняется. Коридор цен показывает, что акции колебались от 50 до 400. И случилась авария, акции упали до 100. То есть вы сейчас можете купить на любую сумму, которая у вас есть, акции этой компании. Газ для вас. Их вы запишите себе в актив. У вас будут ценные бумаги, которые в любой момент, ну не в любой момент, а когда у вас такая возможность выходит, вы можете продать побольше цене, соответственно, заработав на этом деле. А как мы узнаем, какая цена будет? Вот как сейчас мы узнали, какая цена, то есть, соответственно, вытаскивая дальше карточки, там будут цены на эти акции. А я сейчас могу поменять карточку, взять другую? Нет, вы можете взять карточку, только если попадаете на синее поле. Нет, то есть, если я взял, уже поменять не будет право. Нет, вы можете, значит, вытянув сделку, вы можете совершить ее, отказаться от нее, либо уступить ее в пользу какого-то игрока за немалую сумму. То есть сейчас вы решаете, покупаете вы акции по 100 или нет. Я купаю. Какое количество? На 400. На 400. Отлично, вы должны мне заплатить 400 с вами брата. Серебра талли. Это единая валюта икры, которая объединяет 4 мировых валюты. Карточка остается у вас. В акции вы пишете ГДВ, название акции, количество 5, стоимость одной акции 100. Когда сделка совершена, читаются новости рынка. То есть это какая-то информация, которая способствует вашей сделке. Написано. У меня количество получается 5. 5 акций. По 100. Да. Прибыль ресторанов растет. В вашем ресторане может быть организована телепередача. Постоянная реклама на ТВ увеличит число посетителей. Ваши прибыли увеличатся вдвое. Если вы владеете рестораном, увеличите ЕБЭ в два раза. Это значит, что если бы у человека был бизнес-ресторан, который приносил 500, он бы стал получать 1000. Но поскольку ресторанов нету, то, получается, новости у вас не касаются. Переходит ход. Татьяна, кидайте кудрину. Их можно подкладывать вниз. Просто поскольку они затянулись, я их буду складывать здесь. Так, 4. Какой цель? Сверняки. 1, 2, 3, 4. Вы попадаете на рекламный акт. Вы можете вложить деньги в свою рекламу. То есть заплатить деньги, потом, соответственно, совершать большее количество ходов за один раз. То есть, если вы заплатите 10% от вашего совокупного дохода, то вы будете кидать следующие 3 хода по 2 кубика. И что это не даст? Вы будете быстрее двигаться. 10%? Да. А есть 20%? К сожалению, ставка единая. 10%? Но банку вы можете заплатить еще 10%. Да, что вот у меня не здесь еще сейчас. Банк любит. У вас есть совокупный доход. Совокупный доход 1000. То есть вам нужно заплатить 100, чтобы в следующий раз кидать по 2 кубика. Отлично. Вы каждый ход будете отмечать в поле рекламной акции, когда вы ходите. И куда вы теперь? Никуда. Просто все, ждите следующего хода. Пока нет. Если когда сделать депутат в следующий раз, тогда можно 3, 2, 3. И так следующая возможность для сделок. Поскольку человек у нас не бедный, скажем так, он выберет крупную сделку. Кабаран, ну и чем? Что? Франшиза на магазин мужской одежды Адам. Стоимость 150, товарный кредит 100, мой вклад 25, ежемесячная прибыль на 2800. Вот смотрите. То есть заплатив 25 тысяч, заплатив 25 тысяч, пассивный доход будет 2800. Надо делать. Так, я тогда беру кредит. Мы можем вам дать кредит в 13 тысяч. Значит 10 процентов, да? Под 10 процентов в месяц. Значит, взяв кредит в банке, нужно вот здесь в прочих кредитах написать сумму, кредит можно брать кратком тысяче. А в расходах проценты, по прочим, кредитов, вот здесь записывается 10 процентов того, что вы берете. То есть если вы берете 13 тысяч, то в расходы пишите 1300, пересчитывая ежемесячную прибыль, в общем, расплатилась в основном сумме. Он взял кредит в банке, и каждый месяц 1300 должен отдавать в банк. Но пассивный доход 2800. А вот у меня вопрос. Да. А у меня 1000 доходов. Вы не дадите? Включите? Включите, затем 3000. Но я хочу сказать, что помимо банка вы играете между собой. Как в жизни вы должны общаться друг с другом. Вы можете договориться с человеком. А, можно же... Вы же можете взять... Конечно. Вы же в жизни где занимаете денег? Вот. Значит, новость рынка, поскольку сделка совершается... Кстати, нужно еще заплатить остальную сумму. 13 тысяч кредит, или еще 13 тысяч надо заплатить. Вам делают невинные глаза, а нам нужна сумма. Так, в общем, 10. Значит, новости рынка говорят о том, что появился покупатель на коттедж. А в сделках вы могли купить себе коттедж. Так вот, покупатель продает 30 тысяч за каждый подъезд коттедж. Если у вас есть коттедж на 4 подъезда, он предлагает 120 тысяч. Продать может каждый игрок. Вот. А сколько коттедж у него? У кого? Нет. Сейчас я начну. Куда есть 3-комнатная квартира? А, да. Куда есть 3-комнатная квартира? Стоимость 50, заплатная 46 тысяч. Спустим, имеется в виду 50 тысяч. Заплатная 46 тысяч, задаток 4 тысяч. Ежемесячная прибыль 200. Значит, поясню. Квартира стоит 50 тысяч, но банк выдает вам 46 тысяч платничный кредит. И вам только нужно заплатить 4 тысячи. И получать пассивный доход 200. Банк опять же дает под 10%. Нет, нет, это другой случай. Под 10% наличные деньги, а это ипотечные. А, вот у меня вот здесь вот есть как бы полторы тысячи, да? Так. Я думаю, что эти полторы тысячи, так, 4 тысячи нервы с полторы, то это 2 с половиной тысячи, это нужно взять 30. К равной тысяче кредит можно получить 2 или 3 тысячи. То, может быть, кто-то захочет купить недвижимость, всего лишь за 4 тысячи. Причем, причем эту недвижимость, которая стоит 50 тысяч, можно за 135 тысяч продать. Человек не хочет покупать ее, чтобы заработать 80 тысяч. А что значит, а купить за сколько? 4 тысячи? А, шанс купить, вы можете продать человеку. Да. Я могу, правильно? Вы договаривайтесь, у вас есть 15 секунд, чтобы договориться. Ага, ну вот, Визет, я бы рассмотрела это предложение. А у вас есть 4 тысячи? Да, 2 тысячи. Сколько вы хотите? Нет, 4 тысячи это не об этом. Что вы хотите за карточком? Но цена сделает часть на другую. Что вы хотите за карточком? Без половины тысячи. К сожалению, это не важно. То есть вы не будете покупать? Ну, скажите, вот такое вот рассуждение, да, вот такое вот очень часто встречается в игре-пертежке, это, на ваш взгляд, это правильная стратегия? Все зависит от человека, понимаете? Для осторожного человека это правильно. Для тех, кто любит рисковать, это неправильно. Игра, она создана для того, чтобы вы могли сымитировать ситуацию, которую вы не можете сделать в жизни. Вот вы в жизни не будете так делать. Почему бы вам не сделать это в игре? Ведь вы же ничего не теряете. А в лучшем случае вы 80 тысяч заработаете. Это же не будет, разве, ваши 100 потери в месяц? Подумайте, вы будете каждый месяц минус 100, а потом заработаете 80 тысяч. Это разве не хорошо? Что вас смущает? Что-то вас смущает. Ну попробуйте, попробуйте сделать в игре то, чтобы вы не сделали в жизни. Давайте деньги. Ага, давайте. Давайте, как мы все-таки совершаем сделку. Хорошо. Записывайте кредит. Ну попробуем кредит 3000, расходы 300. Просто я вам советую во время игры попробовать то, чего вы не пробовали в жизни. Итак, поскольку квартира была куплена, опять в росте рынка покупатель на бизнес-центр. Предлагают 30 тысяч за каждый офис. Бизнес-центров еще никто не купил. Проходите снова, Алексей. Так, тысячи. Походим. Скажите, подсходи. Один. Один. Оранжевый. Оранжевый. Рекламная акция. Вы можете заплатить 10% от совокупного дохода, чтобы кидать 2 кубика в следующий. От совокупного дохода. От совокупного дохода это у нас что? Это ваш общий доход от всех. Доход от всех. Доход от всех. Да. От всех общих вот здесь. Да. Это потом, когда ход будет совершен. Прошедший магазин постельного белья Суперсон. Уникальный товар. Начальник обеспечивает вам всем ресурсами. От вас только вступительный взнос. Вы будете получить стабильный процент от продаж. Используйте сами, совместно ли продайте. Шанс окупаемый с 10 месяцев. Стоимость 230 тысяч. Товарный кредит 200 тысяч. Мой вклад 30 тысяч. Ежемесячная прибыль 3000. 3000. Так, 10%. Франшиза это когда вам дают все для этого. Ну вот что делать с кроме мешанцами, когда вы такие деньги? Подумайте, что можно делать. Можно взять кредит. Можно взять победитель. Можно продать. А вы, батенька, уже в долгах. У вас там тоже не в воздухе. Ну мало ли, а может человек хочет. Вы предложите, вы что за него решаете. Вы предложите бизнес. Вы даже не решаете информацию. Нет, нет, вы неправильно собираете. Вы сразу отметаете возможности. Вы сказали, мне леду, мне леду. Вопросы дайте людям. Может быть они все вместе соберутся и купят. У меня... 40 тысяч стоит коттедж, который будет прибыль 1700 приносить. Ну... Это самая с такой точкой зрения посмотрит. Значит, берете или не берете. Ну что ж, опять возможно сделать сделку. А вы не будете читать на нас кредит, да? А сделки не совершены. А, просто совершенка сделка. Да, только если сделка совершается, то отчитается новостью. Продается 52 земли. Замечательный участок, ставит на парк, рядом с камнем. Великолепная местка для базы отдыха. Используете сами, совместно и не продаете шанс. Стоимость 5000, в загадок 5000, ежемесячная прибыль 0. То есть его можно сами, сами будем продать. Да. Парни, здесь, в тресно, коварни. Вопрос. Земля. Просто земля. Стоимостью 5000. Просто купите землю. Постройте на ней базу отдыха. Не знаю, продайте ее, сделайте на ней кладбища. Это ваше тело. Клотками покупать. Я думаю, что... Земля. Понимаете, что это земля? Да. Земля, она меняется в стоимости. Я понимаю. Стоимостью 5000. Давайте я могу взять кредит. А, я тогда продаю. Вы продаете. А, вы продаете? Да, конечно. Называйте. А больше стоит ваше в низкой доле. Я, например, даю... ...300. Сколько там надо? 5000, да? 5000, да. Ну хорошо, я 500, да? С вас 4,5. Вы берете тогда кредит в банке, я отдаю 500 с вами. Нет, Катерина, она вам продает. За кого вы хотите продать? Сколько вы хотите за эту информацию? Тысяча. Тысяча нет. Совершенно. Вы можете ничего не получите. А хорошо, за информацию, допустим, у меня было бы, я... Просто оплатите, а потом в банке 5000, то есть в сумму... А, то есть это информация, точнее сниматься. А, что вы откажете? То есть можно друг другу продавать? Это как будет все понятно. Вы можете... Посредник получается, да? Да, Катерина, вы можете хоть что-то получить, а вы ничего не получите. Посмотрите. Только быстрее, у вас 50 секунд есть. 500. Два раза прочитаем. 500. Я прошу показать, и землянки, а это у вас 500? Я проехал. Катичка, 50 проехал. Я вообще не успела. Так, заплатите в банк 5000, либо возьмите кредит. Я люблю кредит. На какую сумму? На 5000. Моя получка 620 тысяча. Так, 1500? Да. 4500. Сколько нам нужно сказать? Ну или 4 или 5 тысяч, я думаю. Ну хорошо. У вас есть какое-то правило? Давайте кредит только граждан тысячи. Хорошо, мы дадим вам кредит. В счет того, что у вас есть земля. Да, я могу как раз в стиле на стиле сказать. Да. Запишите прочие кредиты 5000. Расходы 500. И земля ваша. Сделку новостей рынка читает человек, кто выйдет новую сделку. Она относится к нему. Важная комната ищет 3 комнатную квартиру в аренду. Если вы согласитесь, ваши кипы от этой квартиры станут рано трех салатов. То есть, видите, сделка вам принесла даже не только деньги, но и плюс пассивный доход. Так, Алексей, ваш код. Вы можете... Тоже проходим. Да, можете один код кинуть, можете два кинуть. У вас есть акции, надо играть на рынке. Я возьму Монеке Актив. Я могу бросить еще. Паевой фонд Иван Инвест. Общий позитивный фонд на рынке. Выдерживает акции фонда на высоком уровне. Только вы можете купить пай по этой цене. Каждый может продать по этой цене. Сегодня цена 2000, дивиденды 12%, доход 20%. Значит, это вы просто платите деньги, получаете небольшой доход. Нет, я пока отказываюсь. Хорошо, в следующий раз входит Татьяна. Нет, пробуем. Дерево не дает. Раз, два, три, четыре. Опять деньги на эти. Значит, получку, пожалуйста. Получку, у меня тысяча. Уже тысяча? Да, зарплата. Пробуем, да? Не зарплата, не зарплата. Почему у нее зарплата? 540. А в как же расходы? 540. Так, будем штрафовать в следующий раз. Завтра. А вот у меня осталось второе. Это не могу сказать. Уже все. Уже сделка совершила. Уже под воспользованием. Четыре. То есть можно... А новости рынка не были? Еще раз, Павел, служебный, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Ну вот, теперь и получилось тысяча. Действительно, это был неорман. Следующий ходим. Итак, деньги на ветер. Есть такое поле. Деньги на ветер. Тратите незапланированную сумму. То есть вы не хотели, но пришлось. Это как хисо про реальность. Такого бы я не сделал. Но новая яхта кредит. Ладно. Супер. Супер. Подождите. Павел, директор пошел. Во все эти ошибки. Кто может поверить миллионеру, который говорит, я бы не стал себе крутую яхту. А я еще один дионер. Ну, не знаю. Панты. Ты платишь за панты. Панты, конечно. И две тысячи первый взнос. И девятнадцать. Рассрочки. Итак. Это может... Яхта стоит двадцать и одна тысяча. Нет. Это самая большая карточка. В карточках деньги на ветер. Она стоит двадцать и одну тысячу. Сколько? Скажите мне, сколько я должен отдать? Значит, две тысячи. Если хотите, можете сразу двадцать и одну тысячу отдать. Не проблема. Но вам дают годный кредит. Вы платите только две тысячи. Остальные записываете в расходы. Значит, дальше. Во-первых, за яхту надо платить. Поэтому в прочие расходы двести восемьдесят в месяц вписать надо. В прочие расходы двести восемьдесят. Дальше. К покупкам в кредит. Да, плюс двести восемьдесят. К покупке в кредит нужно прибавить девятнадцать тысяч. Это внизу здесь, вот в покупке в кредит. Прибавить девятнадцать тысяч. В карточках написано, вот в карточке сумма есть. Еще, еще там, наверное, есть сумма. И выплаты в покупке по кредитам, в расходы еще четыреста. Компания ПБ, Паук и Бабочка. Вы можете стать партнером компании ПБ. Это компания продаж по сети. Качественный товар, полноценное обучение. Первоначальный доход равен нулю. Но если дорастете до директора, если вы решите вступить, оплатите двести тридцать. Значит, за двести тридцать вы можете вступить в сетевой маркетинг. Пока это... Я откажу. Вступите в снос и послушайте, Алексей. Не торопитесь. То есть, вам ничего не нужно делать, дополнительных трат вы не несете. Вы просто ходите и знакомитесь с людьми. Но, если вдруг вам выпадет шанс, вы вытащите вторую карточку, вы можете получить очень большой пассивный доход. Какой? Очень большой какой? Большой. По сравнению с двести тридцатью расходом. Какой большой? Какой? Тут надпись, ну да. Но если вы дорастете до директора... Все зависит от того, как вы будете работать. Вы можете работать целый день, вы можете работать мало. Каждый из вас сейчас может купить эту карточку. То есть шансы есть у всех. А в дальнейшем она может принести большой пассивный доход. То есть каждый, кто хочет, сейчас может купить. Итак, сделка совершилась. Пишите вниз в карточку. Прочие активы. Выбежите ПБ, номер один. Карточка ПБ, паук и бабочка. Паук и бабочка, это сети. Вы понимаете, пауки. Внесено 230, стоимость 230. Сделка состоялась. Читаем новости рынка. Покупатель на двухкомнатную квартиру. Предлагает 55 тысяч за двухкомнатную квартиру, сдаваемую в аренду. Есть ли квартира? Нет? Продать может каждый игрок. К сожалению, нету статьи вашего. Прекламный вход. Деньги дайте, пожалуйста. Надо называть сумму. 540, пожалуйста. Я ж могу и 10 дать. Это тоже деньги. Акции нефтяной факел. На нефтяном рынке стабильности, а то у них есть такие голги, за понты надо платить, а у меня тут деньги есть. На нефтяном рынке стабильности и спокойствия. Рынок стремительно растет вверх. Только вы можете купить акции по этой цене или открыть шорт. Шорт, ну что такое? Игра на... Игра на понижение, я сейчас расскажу. Каждый может продать коридор цен 550-300, сегодняшняя цена 300, доход 0-9. Итак, значит, рынок акций, как вы знаете, постоянно проявляется. Акции имеют разную стоимость. То, что у вас написано, коридор цен от 50 до 300, означает, что минимальный стоило, да, минимум стоило по 50, а сейчас акции подорожали до 300. Сейчас они стоят на 300. Значит, как зарабатывают лонг на акциях? Покупают по 50 и продают по 300. 250 это вы заработали. А как зарабатывают шорт? Вы берёте акции в долг, разница, вы берёте акции в долг по 300, продаёте их и имеете на руках 300. Понятно вот это? Вы взяли ценные бумаги, продали их, взяли их в долг и продали по 300. Они упали до 50. Вы пошли, купили за 50 и отдали бумагу, которую должны. 250 осталось у вас на выходах. Это на обратную сторону. То есть там вы платите деньги, потом продаёте, а тут сначала берёте деньги, потом их отдаёте. То есть если вы заняли 300, то вам надо отдать 300, а если вы заняли одну бумагу, то вам надо отдать одну бумагу. Логично, да? Но вы продали её по 300, а потом вдруг риска ценового упала, и вы купили её уже за 50. Банку неинтересно, за сколько вы купили, ну вернее неинтересно в жизни, потому что я не беру за этот процент. В данном случае вам интересно взять разницу. То есть если бы я захотел открыть шок, что бы я должен был сделать? Вот вы берёте акцию в долг, то есть 3000 остается у вас. Вы пишите в актив, пишите акции нефтяной факел, НФ. Акция для свободы, акции вот сюда, да? НФ. НФ. Количество минус 10, потому что вы берёте в долг. Стоимость 300. Ну, скучно, что 300 не в сайте. Зачем? Здесь колонка, графа, 300 пишите. А, количество акций, стоимость 300, а количество акций 10. Минус 10, потому что вы берёте в долг. А, минус 10. Покупать на трёхкомнатную квартиру. Предлагается 100 тысяч на трёхкомнатную, сдаваемую в аренду. Готов купить только одну квартиру. Продать может каждая игрок. Информация также продаётся. Если продадите, выплатите за полной банк и вычтите его из этого актива. А что, эта информация к вам предложит? Это ваша информация. А, то есть я её могу продать, да? Да. Для особо дырёных. То есть как, если у меня сейчас есть комплектная квартира, я должна эту информацию купить? Если вы не хотите продавать эту квартиру, вам не обязательно эту информацию. Если вы хотите заработать за 100 тысяч, то вы можете её купить. А, то есть, грубо говоря, я просто страной их посредником. Да. А, то есть эта шанса должна наценить. Да. Трёхкомнатную квартиру, сдаваемую в аренду. Сколько у вас там есть наличности? Ну, Татьяна, Татьяна, задайте вопрос. Хотите ли вы продать квартиру? Вы уж не знаете, человек собирается продать квартиру или нет? Здесь сделка дается 20 секунд. Я закрою сделку через 20 секунд. Хотите передать квартиру? Да, я хочу передать квартиру. Хотите. Какое у вас там количество наличности? Не тот вопрос задаёт. Какое нужно задать? Сколько вы хотите за информацию? Или вы назовете сумму ваших? Сколько хотите за информацию? Нет, вы сколько хотите за информацию. Вы сколько хотите. Вы тут один вопрос, а это другой вопрос. У меня вопрос, какое количество? Гать, за наличность уже прошло. Десять секунд уже прошло. Вы можете лишиться шанса заработать деньги. Гать, за наличность за все отдали. В смысле, как? Отдайте свои наличные деньги, и вам отдастся эта информация. Вы думаете, что там пятьдесят тысяч, сто тысяч лежит? Две тысячи. А больше? Вы согласны за наличность или нет? Вы говорите, да или нет? Согласны? Вы же прекрасно знаете. Так, итак. Сколько там получилось половинских? Нет, я все забираю. Конечно, всю. Я проконтролирую, через банк все. Так, где на предъявленные? А что это вы представили, Сережа, нас? У нас тут как будто так... Что вы хотите, чтобы было все такое, как лежа на диване. А, это за моё. Итак. Итак. Квартира стоит сто тысяч, но вы должны банку сорок шесть тысяч. Соответственно, какую сумму банку должна быть? Пятьдесят четыре тысячи. Пятьдесят четыре тысячи. Замечательно. День с дневной ветер. Вот и вам яхта. Слух. Сходили в казино, проиграли мне всего двести. А в казино стадион не ходили? В казино стадион не ходили? В казино. Тогда четыре с дневной. А я бы у меня попал и браги. Ну, тогда четыре с дневной. Ну, тогда общаясь, вы не верите на мистеречку. Хотите, пожалуйста. Ну, сейчас уверен. У меня на ребёнка попадет. Ну, вот пришлось. А то, что программируете, господа, ну, как программируете жизнь, да? Ну, сколько заплатили? Знаете, если у вас родился ребёнок без свадьбы, вы должны сделать выводы в жизни. Ребёнок. В карточке у вас написано расходы на одного ребёнка. Вам нужно написать количество детей один, вписать сюда расходы на него и в расходы написать расходы на детей. В расходах есть такая строчка расходы на детей. Да, я не могу меня забирать. В карточке написано. У меня. Шесть. Ну, вот Арсений, не всегда вы, понимаете ли, директором. Начальство посмотрело, как вы живёте. Нет, начальство посмотрело, как вы живёте, широко шагаете. Купить линьятку, значит, воруют. Правильно? Я не понял. Уволил вас. Итак. Итак. Заплатите сумму общих расходов. Для того, чтобы прожить как-то месяц, надо выплатить сумму общих расходов. Сколько у вас общих расходов? Восемь шестьсот тридцать на метр или денег наличных. Восемь. Я для вас банкротом могу признать. Да? Сколько у вас есть наличных? Признавайте. У меня есть семь тысяч четыреста двадцать. Есть семь тысяч четыреста двадцать. Назов. Давайте всё. Всё-всё в банк. Присчитайте. Итак. Попадая на эту клетку, можно по-разному оценить, в какой ситуации человек. Для одних – увольнение смерти подобно. То есть вы остаетесь без риска существования, вы не знаете, как жить. Для других – наоборот. У вас есть пассивный доход? Да, у меня есть. У чего-то есть пассивный доход. Не надо работать. Он попадает на круг ресурсов. Этот круг такой же, как этот в некоторых полях. Здесь есть активы. Здесь есть получка. Это получка – тот самый пассивный доход. Куплю. То есть «Арсений обеспечен». Он будет получен. Он будет получать эти деньги, но он не будет попадать на какие-то другие расходы. Это бизнес. У него есть бизнес. Он пока работал, успел создать бизнес. А как он туда перешёл? Вы уволен. Но у него есть пассивный доход. Итак. Но здесь появляются поля ресурсов. Поля ресурсов – это значит, что вы свое свободное время тратите на ресурсы. То есть вы создаёте дополнительные возможности в своём бизнесе. Есть табличка. Тут написано в этом варианте. Что вы можете сделать. Вы можете посетить семинары. Вы можете нанять человека. И вы будете получать какой-то дополнительный доход. Итак. Продается спортивный комплекс «Кулак». Полностью оборудованный спортзал. Находится в спальне районной. У них конкурентов в этом районе нет. Используйте сами. Сами совместные и не продайте шансы. Стоимость – 135 тысяч. Кредит – 100 тысяч. Ваш клад – 35 тысяч. И ежемесячная прибыль – 3 тысячи. Это, конечно, продается. Итак. Появится много продачи. Которые приобрёл спортивный комплекс. За 35 тысяч. Поздравляю. Поздравляю. Мы должны. Не-не. Мы ничего не должны. Это мы вам просто дали. Итак. Катерина купила бизнес. Который будет в месяц ей приносить 3 тысячи пассивного дохода. И всё. Я нахожу в большую игру. А поскольку её расходы всего лишь 780, она, проработав год, получив за этот бизнес большие деньги, она выходит на большой круг, где её пассивный доход будет увеличен в 100 раз. Вы будете получать 300 тысяч, проходя через поле опять деньги. Но палочку бы хотелось бы получить. Сумма. Моя зарплата – 1500. Не зарплата. А. Ежемесячная прибыль. 110. Всего лишь 110. Молодой папаша. Да. Молодой зарабатывайте. Катерина. Выйдя на большой круг. Ага. Вы не должны сейчас сразу же 5 тысяч. Так. Сразу получается 300 тысяч денег. То есть не 300 тысяч, а сумма, которая пассивный доход умножена на 100. Вы кидаете по 2 кубика. Ходите теперь по восьмёрке. Деньги записываются, могут вам записываться как в наличные, так и в расчётный счёт. Если вы прошли поле опять деньги и забыли их взять, они автоматом переводятся на ваш расчётный счёт. Вы не теряете их. Как бы получше. Но вы можете либо всё держать на расчётном счёту, либо частично наличным, либо всё наличным. Как вам нравится? Всязать миллионы в руках или же в банке. Да. Или же хрометик в банке. То есть вы можете выбирать. Пока киньте кубик, а дальше мы с вами разберёмся. Два кубика. Два кубика. Вот два кубика, конечно. Десять. Десять. Десять, десять. И так, чтобы победить вам, вам нужно попасть на эту клету и иметь двести пятьдесят тысяч. Сейчас у вас триста тысяч на Входе, плюс триста тысяч на опять деньги. И у вас сейчас 600 тысяч, вам нужно распределить их, записать сколько в наличные, сколько? 300 и 300. 300 и 300, хорошо. И дальше вам надо решить, покупаете ли вы фарматоцептическую компанию. А со своего партнера счета вам нужно? Можете, конечно. Она стоит 250 тысяч, и вы получите 40 тысяч. Она с нами работала вместе, да? Не переживайте, не переживайте. Дело в том, что она еще не выиграла. Так что, если вы купите, то вы будете получать не 300 тысяч, а 340 тысяч. Да, и покупать. Покупайте. Нет. Детенки от сюда начали, да? Но вы плохо спали, плохо работали. Просто уходили. Вы платите ежемесячные расходы. Мама! 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 Скоро какой! 300 минус 350. Так, ежемесячные расходы. То есть, общие расходы в месяц сколько? Ну ничего, тебе 5 тысяч подарили, так что тебе полегче будет. Сейчас ты можешь с дедочки повернуть. Он же больше денег не будет получать. Здесь еще идут. Сразу же? Ну через три месяца. Шесть. Раз, два, три, четыре. Или можно выйти, да? Можно выйти, можно купить ресурс. А зачем выходить? Вы же можете увеличить свой пассивный доход. Я сейчас скажу, что... Причем очень серьезно его можно увеличить. А, это только наличные, то наличные можно купить? Да? Да. А что там? Дорогой удачи. Ну да. А какой вы ресурс выбираете? Выбирайте 500 гронталеров. За 500 гронталеров вы нашли увеличить ЕП, а ваши 50. Два раза. Отлично. Впишите в лево 700, он умножит на два. Одиннадцать. Проскочили мечту, но по кругу вы сможете к ней вернуться. Одиннадцать. Одиннадцать. Вы сейчас получаете 340 тысяч. Впишите себе наличные или расчетные счеты. И сейчас, заплатив 50 тысяч, вы можете двинуться в любом направлении. Либо назад к мечте, либо вперед куда ходить. Можете опять через деньги пройти. В общем, ваш выбор. То есть, это все большой круг, да? Да. Вы сможете по нему ходить. Вы можете выбирать все, что на меня написано. 340 это почему? А, потому что... Ежемесячная прибыль, как бы, 5 дней. Вы можете покупать все, что хотите, но не забывайте. Цель это купить вашу мечту. Вот. Поэтому пока отпишите себе 340 и подумайте, в каком направлении пойдете. Алексей Вашбот. Я выберу. Вот. Два раза. Два. Три. Четыре. Пять. У вас есть пассивный доход? Какая-нибудь квартира? У меня земля есть мональная. То есть, вы на сволочку ничего не получаете. Но у вас есть возможность что-нибудь купить. Ресурсы. Выбрать ресурсы. Почитать то, что здесь, ваши возможности и купить. Опять акции. Компания пошли вверх. Какие акции? Да это нефтяной факел. У вас же есть. Конечно. Ну а какая цена? 200. А вы взяли шорт по 300. Вот вы можете заработать. В продажах. Давайте. Сколько вы заработаете? Сколько вы заработаете? А сколько я заработаю? А сколько вы заработаете? У меня 100 сакций заработают, да? Да. На продажу. Ну давайте. Сколько вы заработаете? Я в северах ее продам. И итоговая сумма? У меня было. Сколько я купила? Сейчас я купила 10 сакций. Тысячу я заработаю. Отлично. Хорошо. Давайте карточку. Стирайте в активовую акцию. Почему тысячу? Десять тысяч? Или тысяча? У вас сколько акций? У меня акций 10. А сколько вы с акций заработаете? 100. И в итоге? Тысяча. Тысяча. Вот ваша тысяча держит. Ходите, Арсений. У меня вопрос по игре. Вон деньги ваши еще, да. Если я выхожу на крупные ресурсы, у меня общие расходы. Куда делаться? Я все равно же должен жить и выплачивать. В реальной жизни, да? В реальной жизни, да. Вы должны жить и выплачивать. Но здесь данное поле не учитывается. То есть пока вы ходите по крупным ресурсам, у вас есть льготы. Вы взяли акции и продали их по 300. И эти деньги у вас остались. Как залог того, что вы не можете вернуть акции. Так? Так. А там вы вернули акции по 50, вы эти деньги положили себе на зарплату карман. То есть вы с долгами рассчитались, вы никому ничего не должны. А деньги у вас остались, так? Вот каждый раз, когда мы получаем получку и зарплату, значит мы выплачиваем по автомобилю, по дому. Значит общий пассив должен скачаться? Нет. 50 тысяч. И вам банк сказал, что каждый месяц я буду брать себе за этот кредит какие-то проценты. Если вы не будете выплачивать за этот кредит, то проценты вы будете платить каждый месяц. Логично. Для того, чтобы уменьшались проценты, нужно выплачивать кредит. Раз вы кредит не выплачиваете, то вы просто каждый месяц платите проценты на кредит. А если вы погасите этот кредит, вот так, покупки в кредит 2 тысячи полностью, или если вы эту сумму закроете, то ваши расходы уменьшатся, вы не будете выплачивать. Вот что надо сокращать, пассивы. Они же все равно не приведут к увеличению нашего пассивного дохода. Ведь уменьшение пассивов не принесут вам доход. Но они сократят расходы. Насколько? И увеличить получку. И увеличить получку? Дело в том, что игра, вот вам яркий пример. Человек даже не погасил ни одного своего кредита, но он уже не работает. Значит так, вы стоите на поле сбилки, если хотите платить в любую сумму, надо заплатить 50 тысяч. Если хотите идти дальше, в том же направлении, можете... А дальше это как считается? По 8-й руке. По 8-й руке. По 8-й руке, да. Киньте столько. Мне нужно было 7. Киньте 7. 7 детей было вам. 8? Да ладно. Киньте 8, в конце концов, это же просто. Посчитайте, еще раз 8 киньте. Два раза по 4, это 5, да? Или 2-6. Как получится. 10. 10 получилось. Давай, посчитали. Вот и все. 10. Вот, начнет мечта. Я стала мечтой. В принципе, я мечту как-то могу. Конечно. Значит, во-первых, деньги записать 340 тысяч. Во-вторых, пожалуйста, хотите, слетайте в Антарктиду на яхте. Я оставлю вам. Хорошо, Алексей. Пожалуйста. Я, значит, по поводу ресурсов. Дуба поделился. Можно взять? Читайте какое. Вы нашли директора для вашего бизнеса. Увеличьте ЕП от всех ваших активов Дуэля. У меня, в общем-то, нет ЕП. Ликс. Нашел. Вы можете взять директора и сказать ему, увеличьте ЕП. Да, кстати. Я бездомный. Он придет, он придет вам домой, посмотрит на ваш актив, в данном случае ребенка, и сделает вам еще одну. Понятно. Увеличьте ЕП. Так. Консультацию специалистов по авторскому праву. Вы наличите ЕП от бизнесов на 300. Если у вас есть бизнес. Пускай 0, но зато 300 появится. А хотя я 300 заплачу. Ладно, пропускаем. Дети. Алексей, вы пропускаете? А как я считаю? Вы считаете, что это пассив? Нет. Я просто не задумывалась. У вас нет? Нет. Я не задумывалась с точки зрения пассива. Вот. Ага. За 300. Дело в том, что по поводу ресурса можно ходить, не выходя из него. Я говорю. Если у вас есть доход, если у вас есть деньги, можно нарабатывать ресурсы, увеличивать. Хотите, Катьяна? Мы вас и поздравляем. За свадьбу мы вам дарим 500. Каждый гроб на них 500. Ну, это пожелание. Значит так. Катьяна. Дело в том, что свадьба – это расходы. И за свадьбу вы должны заплатить две полочки. Поэтому одну полочку я вам не даю, а вторую вы даете мне. За свадьбу. И вам предоставляется право выбрать мужа добавлящего. А можно всех? Вы так хотите гореть. Вот по-на-а. Итак, кто ваш муж? Директор по информационным технологиям. Вам повезло. И какой у него заработок? 5500. Впишите, пожалуйста, к себе в доходы плюс 5500. Вот. Не-не-не, секундочку. Ежемесячная прибыль от мужа какая остается? За вычета всех обеда, ужина. Ну, это что-то. Ну, это 2,330. Ну, это можно неплохо. Плюс 2,330. Впишите в доходы на строчке зарплаты. Актив. Золотые монеты. Другу срочно нужны деньги. Он готов вам продать 10 золотых монет. Причем ниже их реальной стоимости. По 300 рублей за штуку. Используйте сами совместно и продайте шансы. Покупаемость, вопрос. Значит, стоимость 3000 за даток 3000. За 3000 вы можете купить 10 золотых монет, которые, возможно, потом вырастут в цене. Золото, да? Да, и вы заработаете деньги. Ладно. 2000 с вас. Вот это я ценю. Вот так вот поступают бедные люди. Они не покупают активы, они тратят деньги. Непонятно на что. Учитесь, господа, как не надо жить. Так, сделаем 6. У вас получка. Давайте 2760. Слушайте, я сегодня пока тебе прям не знаю. Только сейчас как... Ну, вы помните, что цели другие распогатить? Я знаю. У меня есть 20. Какой? Увеличить. Я удачусь за замуж. 6, да? Да что вы говорите? Да. А я золото купил. Получил, прошел, ничего не получил, да? Есть пассивный доход. Пассивный доход. Ну, собственно, да. А что такое 200? 200? Это ресурсы. Баса важный. Значит так. Для чего вы получаете и покупаете следующий ресурс. Крупный. Задаток 8000, ура, у меня есть. Что это? А сейчас выясним. Тре-комнатная квартира продаётся, хорошие инвестиции. После капремонта вы получите существенную прибыль. Если вы приобрели эту квартиру, то... Сколько денег? Ежемесячная прибыль плюс 300. Ура, вот часто появилось. Задаток 8. Короче, у меня 9,240. Сейчас я тихо отчитаю. Конечно, конечно. Я пока прочитаю новости рынка. Так, Екатерина успела. Если вам нужно отлучиться по какому-нибудь делу, просто выйти, вы можете встать и выйти. То есть просто пропускайте вход, как бы в жизни не участвуйте в каком-нибудь делу. Вот кого-то такой шаг есть, а у нас нет. Нет, у вас тоже есть, вы можете тоже... Пять. Газетная фишка. Новости рынка. У меня двойники теперь. Новости рынка. Что такое? Неужели квартиру? Неужели квартиру? Представляете, что происходит? Нет. Не знаю. Я не могу это прочитать. Я хотел бы, чтобы он сам это сделал. Я еще не отдал вам деньги. Не пойду. Да, сначала дай деньги, а потом прочитаем новости рынка. Так, да, впишешь пассивный доход, потом прочитай сначала новости рынка. Вот опять. Застройщики облюдают землю. Строительная компания ищет землю под элитный, а ко мне это как разоносится? Что это? Под элитный жилищный комплекс. Готовы заплатить 150 тысяч каждому, кто владеет 50 луга земли. Мне продать может каждый группе информацией также понадобится. У меня есть землю. У меня есть. У меня есть. Ты мне подойдешь, и я... Ты можешь у него теперь... Вот теперь как-то... Ваня, а вы знаете, как мы говорим все? Я думаю, в процентах от вашей прибыли. Вот вы 150 тысяч получаете. Под страниц 150 грамм. 150 тысяч. Но я бы хотел... Может, никогда бы. Я бы хотел 30 процентов. От этого? Да. 30 процентов. Можно сейчас взглянуть на книточку? Да. Значит, 150 готовы заплатить. 30 процентов. У нас 30 тысяч хотите, да? Да. 30 процентов, это не 30. А, да. 40. 45. 40. 50. Ну, учитывая мое положение, я понимаю. Земля будет... Отлично, отлично, господа. Здравляю. Значит, это... Я отдаю... Нет. Я отдалю тебе землю. Значит так. Кому? Карточку сюда. Алексей. У него земля. Он получает за нее 150 тысяч. 30 процентов, это сколько? 45. Точно? 50 умножить на 0. 40. 50 умножить на 0. 45. 45. Так, 150. У тебя 5 тысяч есть? 5 тысяч. Есть, по-моему, сейчас. Да, есть. Вот так. Поаплодили. Давайте поаплодируем. Это достойная сделка для безработных. 50 умножить на 0. Можно я закрою 2 кредита? 400? Да, конечно. Вот здесь 6500. Я закрываю просто покупки кредит и автомобиль. Хорошо, соответственно нужно убрать выплату по кредиту. Ураган снес крыши со всех ваших коттеджей. Заплатите 2000. А мне нет коттеджей. А не предупреждаешь? Это форс-мажор. А кто вас в жизни предупреждает, что у вас снесло крышу? Один нюанс еще про большой круг. Игра считается законченной, если вы купили свою мечту или же сделали пассивный доход 100 тысяч. То есть покупая бизнес на большом круге, они тоже дают пассивный доход. Ежемесячную прибыль. Когда ежемесячная прибыль станет равна 100 тысячам, игра тоже считается выигранной. У меня 3, значит я вхожу вот так же, да? Вот сюда. Раз. Сюда нажал? На следующую клетку после поля вы уволят. А, ну да. Раз, два. У меня. Так, Алексей, мы начинаем последний урок. Я считаю рекламная акция. Что я не знаю? Это значит, надо заплатить 10% совокупного дохода, чтобы в следующий раз ходить, бросать два кубика. Но для вас уже... А, у тебя как это? Так, значит франшиза на ресторан итальянских блюд. Стоимость 180, квадрат 30, ежемесячная 3000. А-а-а! Мамочки! А-а-а! 30 тысяч! Все! Я вышла! А-а-а! А-а-а! 107. У меня уже тут, ну как бы 3 миллиона, так что... Еще и 3 миллиона наличных денег. Ну что ж, у нас есть победитель. Екатерина, поздравляю вас. А-а-а! А-а-а! Екатерина! А-а-а! Прямо не час! Настоящий победитель. Причем, заметно, на той квартире, которую мы не хотели покупать. Да, да, Сергей. Вот как вы пари. Оказывается... А-а! Расскажите нам ваши впечатления. Что-то очень легко вот у вас туда зашло, да? Подождите, Алексей. Очень легко у вас родился первый ребенок. А-а-а! На самом деле, вот почему, да? Вот смотрите, вот у меня вот... Я вытянула карточку. У меня очень был низкий заработок. Низкая зарплата. И... Ежемесячная прибыль. Ежемесячная прибыль, она была... Семьсот. Семьсот, да? Это достаточно мало. Поэтому вот, когда я получила сделки с квартирой, получила... И я сразу же купила большую шанс. Потому что я уже точно знала, если я попадаю сюда, на квартире, да, я сразу же выхожу на большой круг. То есть это вот есть плюс вот от того, что ты вытягиваешь на сквоза. Вот здесь... А что в жизни можете применить из полученных знаний на этой грехе? Ну, во-первых, вот... А если я бы не стала, допустим, вот гасить вот эти деньги, потому что они все равно не влияют на пассивный доход. То есть вот наша задача создавать себе пассивный доход. И чтобы быть пассивный доход, то есть вот здесь вот кредитами как бы идут, но главная задача увеличить пассивный доход. То есть можно где-то вот как бы вот так вот и пойти, с получением кредита было бы пойти даже на минус. Это я четко сегодня не могу найти, да? Но со временем это минус равно. Что-нибудь в жизни что-нибудь будет? Да, да. Вступать в квартиры неприбыльные. В том числе и... В жизни, конечно, есть много нюансов, которые не рассматриваются в этой игре, но главное, что ваше мировоззрение уже поменялось и вы видите возможности. Да. Потому что вот эти синие поля, это возможности, которые у всех есть в жизни, но очень важно как бы их использовать. Вы могли отказаться от квартиры, как Алексей, а мы и купить их. Вот во всяком случае, вот в тех видах, в которых мы играли, потому что мы никогда этот шанс не использовали, а всегда сидели, подсчитывали, если это дело в минус кредит, мы его не использовали. Теперь я вижу, что этот шанс не использовали. Алексей, мне интересно, что Вы скажете по поводу игры, что Вам по радости, чему Вы научились впечатления? Ну, поскольку в первый раз я вот в это все окунулся, здесь безусловно нужно учитывать все. Потому что, когда ты видишь, откуда деньги приходят, а откуда они уходят. В общем, действительно, я согласен с тем, что надо как можно больше создавать активов, а именно активов, которые приносят пассивный доход. А не просто, вот как я скупил, например, золото и акции. В сущности, мне бы пришлось еще, наверное, долго ждать. А поскольку, я вот сразу обратил внимание, часто мелькают квартиры. Вот Катя правильно поступила, она вот взяла именно вот этот шанс, использовала и результат, вот не застала себя ждать. У меня здесь постоянно дети, расходы. И то, что я потом пустил свои деньги на погашение, спасибо, да, не спасло. Ведь я, в сущности, потерял 20 тысяч на то, чтобы, когда в месяц я выплачивал, тогда если я 20 потерял, то 200 долларов, это не принципиально. А мог бы эти 20 тысяч выложить в бизнес, безусловно. Крючок квартиры, вот здесь вот надо было 12 тысяч. Не обязательно квартиры, смотрите, вот, пожалуйста, 20 тысяч, вот я вытащил карты, прочитать. Да, вот что, 20 тысяч, да. Что продавал? Франшиза в магазине с женской одеждой Ева. И пассивный доход. Да, пассивный 3600. Что было бы? Ты бы попал на большой круг. Сразу 3600. Сразу, и ты бы попьешь с бизнеса. В жизни что это может быть, вот именно большой круг? В жизни большой круг. Такие же скачки могут произойти? Ну, резко сразу может не получиться, потому что очень важно менталитет, ваше мировоззрение. Почему люди, выбравшие лотерею и становятся миллионерами, они не умеют тратить деньги? Они получают миллион, едут на яхте в отпуск, покупают себе новые одежды и остаются на том же самом месте. А человек, у которого есть другой менталитет, он вкладывает эти деньги по-другому. Как говорил Роберт Киасов, богатые люди учат своих детей быть богатыми, а бедные учат быть бедными. То есть, чтобы стать инвестором, нужно действительно по крохам собирать бизнес, строить квартиры, продавать там, зарабатывать деньги на информацию. Потом вы покупаете бизнес, становитесь инвестором, потихоньку-потихоньку нарабатываете и прекращаете работать. Для сущности сколько? 3 миллиона? Нет, я тут немножко ошиблась, честно посчитаю. Потому что больше двух, потому что по 300 тысяч на каждой зеленой клетке. Хорошо, Татьяна. В принципе, я игрой довольна, несмотря на то, что я еще не полетела в свою Антарктизу, но во всяком случае семья, двое детей, пассивный доход, мне, наверное, две квартиры, акции, красота. Тоже, между прочим, мечта по существу. Красота, карьера продавца и консультантов блестящая. А какой муж? Да, он плохой. Самое главное, что аналитический мыслит. Впрочем, это вариант аналитика шагов вперед. Хорошо, а что я заберу и возьмете в жизнь? Ну, скажем так, эмоции и деньги несовместимы. Вот это я и возьму. Да, да, именно. Здесь по полю разложены золотые слипки, видите, в которых написаны мысли богатых людей, и вот там есть один из них про эмоции. Бизнес – это сильные эмоции, крепкие нервы. То есть эмоции, конечно, могут быть, но… Они должны быть очень контролировать. Очень контролировать. Хорошо. Арсений, наверное, самый богатый человек. Ну, не самый, но… Ну, я имею в виду избежчивого пелеса, который все-таки вышел. Я вышел, да. У меня теперь, если множество на сто, миллион сто пятьдесят пять наличными. А, то есть пассивный доход был по десять тысяч? У меня пассивный доход одиннадцать пятьсот пятьдесят. То есть, проходя через опять деньги, я буду по миллиону получать? Ну, я, в принципе, еще раз убедился, что в жизни встречаются трудности всегда, на которые лучше не обращать внимания и не тратить много веров, а просто идти, идти, идти. Ну, тоже разумно желательно подходить к трудностям. Да. Как говорится, или проблема вас решит, или вы решите проблему. Когда человек справляется с трудностями, он растет. Ну, что ж, я хотел бы выдать сертификат. А лучше обменяйтесь на настоящий. По настоящей деньги мы сейчас все вместе пойдем в настоящий ресторан на ваши настоящие деньги. Значит, сертификат клуба «Эффектив», свидетельство, выданное Захаровой Екатерине, в том, что она победила в тренинге «Секреты богачей». Это свидетельство дает вам право поучаствовать в игре победителей, когда такая состоится. А-а-а. Да. То есть люди, победившие в нашей игре, получившие такое свидетельство, могут прийти на игру, когда соберется достаточное количество для игры, вы будете приглашены поиграть среди победителей. Еще раз поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, спасибо за ядро. С вами было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.